Здарова, бракцы! Рад всех приветствовать. У нас сегодня целое 10 июля 2020 года от Рождества Христова. Рулим по городу Минску. Месяц пролетел отдыха как фанера над Парижем. Даже не заметил. Вроде бы только вчера домой приехал. А уже надо врее собираться. Лето после сорока так стало время быстро нестись. Я не знаю вообще. Вот как будто вчера только домой попал. Но это ладно, лирика. Сегодня пятница у нас, да, 10 июля. Короче, еду вот в Тахо-сервис. Будем чип считывать. В воскресенье будем меняться. Будем встречать Михаила Владимировича. Возвращается он с городу Каменск-Уральского. У нас уже, видите, на колечке дорогу не поделили. Вот такие вот тарапыги тут летят. Вот. Возвращается с городу, ездит с города Каменск-Уральского. Везет алюминий. Загрузился на Францию туда, в район Леона. Меняться мы будем в воскресенье. Но пока еще коронапсихоз продолжается. Поэтому границы у нас еще с Россией закрыты. Выехать в Россию, в Москву, чтобы в Москве поменяться. Извините, я не могу. Меня не впустят. Хотя делали запрос даже в эту. Шеф делал запрос в погранслужбу. Ну, якобы я же официально работаю. Если там у меня же договор есть. Все, что вот меня вызывают на работу. Сказали, нет. Только там какие-то супер-пупер ведущие специалисты могут приезжать. Ну, поговаривают, что вроде 15-го числа должны открыть. Уже. Но пока не знаю. Поэтому вариант смениться только один. Михаилу Владимировичу надо заехать в Белоруссию. Потом надо же выбраться ему обратно. А тоже на езда не ходить. Самолеты не летают. Ничего нет. Бусики бегают. Раз в сутки. Но не с Минска. Бегают бусики с этого. С Орши. С Могилева с Орши. Поэтому меняться мы будем в Орши. Поэтому надо вот сегодня считаться. А в воскресенье поеду на электричке в Орши. Все. Здесь вот эти овечки старенькие. Третьего комбината стоят. Магнол вон старенькие. Видите какие. Убитые. Ну, как убитые уже. Еще евротехи. Тем овечкам, как мне, годов. Вот. Пойду считаюсь. Меняться будем в Орши. Надо будет ехать туда. А там его потом оттуда отправлять на работу. То есть отправлять его обратно в Россию. Водят бусики, но только жители РФ. Только Российской Федерации. Я спрашивал. Ну, говорят, вот нельзя. И погранслужба сказала, что ведь нельзя запустить меня в Россию. Поэтому будет он выезжать. Поэтому поеду туда. Там встретимся. Посажу его на этого бусика. Отправлю в Россию. В Москву. Ну, там шеф встретит. Там уже на поезд посадит. Поедет домой. Ну, а я сюда. Да, уже циринушки. Явно отсюда уже никогда никуда не поедут. Уже все соржавело. Ну, побегали в свое время. Кофе допиваю. Нормально. Мне тут нравится. Компания Интертракт. Кофе им угощают. И быстро все. И люди приятные. 9 рублей это удовольствие стоит считаться. Белорусских. Где-то рублей 250, наверное. Если на российский переводить. Чуть больше, чем евро. Вот она карточка. Вот ее надо. У меня уже заканчивается. В следующем году. В ноябре. Вот ее надо считывать. Раз в 28 дней. Сам тахограф надо считывать. Раз в 3 месяца. Щитку тахографа проводить. А вот карточку. Раз в 28 дней. Ну, сейчас перед рейсом считаю. Там посмотрим. Может еще раз. Ну, можно в принципе в любом тахо-сервисе. Но я как-то сюда попал первый раз. Так мне нравится сюда. Приехал, быстренько все сделал. Не очень-то далеко от дома. Вот. Все. Теперь. Едем домой. В воскресенье поедем. За Михаилом Владимировичем. Еще раз всем привет. В воскресенье. 12-ое у нас. Июля. Вот. Видите, у нас тут дождик идет. Похолодало. 14 градусов всего. Станция восточная. Восточная. ЖД станция. Вот наша электричка стоит. Которая нас на Оршу повезет. Не с центрального вокзала. Я правда отсюда ни разу не отъезжал. Ну вот. Убытие у нас 16.02. Еще где-то с полчасика нужно тут погулять. Под дождиком. Воздухом подышать. Зато хорошо как стало. Жары нету. Вообще песня. Все время такая погода была. Электричка древненькая правда. Ну ничего. Четыре часа в ней трястись придется. До Орши. Кошмар. Что тут у нас в этих вагонах. Север сталь. Видите. Прутки. Металл. Вот примерно какие мы везем. Ну не такие. Но мы вот примерно вот такие какие в вагоне. Мы везем. Только меньшего диаметра. Доберемся до машины. Потом покажу. Тут тоже что-то. Доски наверное. Там бревна. В общем ждем. Пока вот эта железяка. Двери откроет. Загрузимся. И поедем. Для начала в Оршу. Чтобы поехать на запад. Сначала поем на восток. О. Постоял. Постоял. Поехал. А это куда электричка летит? Что там написано? Порше центральная. Порше центральная. А что я на ней не поехал? Я не понял юмора. А что я на ней не поехал? Там какая-то комфортабельная. Не знаю. Я сейчас в этой железаке трястись буду. Я не знаю. Посмотрел по этому. По расписанию. Вот 16.02 отсюда и все. Может это так просто будет поехать? Парковаться куда-нибудь. Не знаю. Я по расписанию больше электричек на Оршу не видел. Да ладно. Все равно. У нас Михаил Владимировича бусики забирает только в 23.30. А я приеду в Оршу в 8 вечера. У нас еще 3.5 часа будет. А бусик 23.30 форше заберет. Так что пишет некуда. Гуляем. Все. Погрузка завершена. Через 10 минут отправления. Ближайшие 4 часа проведем. В этом милом уютном вагончике. Гуляем. Покупим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Подъехал на маршрутке, пешком посмотрел. 7,5 километров надо было идти. Думаю, нет. Даже для меня это будет перебор. Добавил субтитры DimaTorzok 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 conti гибрид hs3 и там такая ну так тогда она тут вообще должна выходить continental conti гибрид а нет ht3 тут и 3 а там все отлично москова пойдем на базу надо обязательно полетник покрасить весь внешний вид портит чего холодно что-то тахографа тарировала ошибки уберутся но вот это надо сорвать но и вот есть до глаза не мозолил порядка пока до холодильник освободил там пока да все загрузились сейчас едем а м1 на заправку сейчас время пол девятого наверно где-то 15 из 15 9 еще три часа через три часа будут забирать там перекрыли просто-напросто чуть-чуть каких-то ошибок выдают да еще вот это вот а вот еще да вот третье это вот после того как оттарировали тахограф да они оттарировали нам тахограф короче эти ошибки выскочили сразу они там что-то делали 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 в итоге сказали нам что ребята езжайте это у всех короче такая канитель это пропадет это пропадет без базара я только от них выезжаю выезжаю на мкад короче ну буквально вот как отсюда вот он до той остановки но она на метров 500 никого по их справа никого метров 500 проезжая все все ошибки пропали все я выехал с этого москвы доехал до 97 километра заруливаю на стоянку и у меня бах опять вот это все загорел это музыка это света музыка вот это загорается да и все и вот я считаю 400 километров сегодня проехал тишина чашек и разами потухло и вот сейчас приедем нас на стоянку вот увидишь я глушу машину у нас лампочки панель будет гореть в пол накала на ручник машина на ручнике а он пишет что машина на ручнике не стоит короче глюк какой-то глюк но она стоит на ручнике все работает как полу и все до почвы не пропадет на быть в польше белостоке на сервис наезжать получается пускай чтобы посмотрели ошибки снять получается электрику ладно это потом сейчас на задача короче выехать сорши в общем то мы с ней уже и выехали уже совсем рядышком сейчас на м1 на заправку и будем ждать там тебя будут там и холодильщик подберет бусик он сказал это в пол двенадцатого в двенадцать позвонит или когда он туда заед и наберет меня еще раз мне звонил уже сегодня водитель сегодня тебя заберут денежку белорусскую я тебе привез причем билет 30 рублей отсюда тысячи рублей нашими до 1000 рублей нормально да в принципе недорого я по-моему с минска трешка на поезде да 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 я с москвой тогда прошлый раз ехал трешка ну такой а я сюда на 1 этой электричке за четыре с половиной рубля доехал как если четыре с половиной тут тысячи так так проще до москвы добираться то есть и тут 30 получается 35 рублей белорусских ну штука россии это все от из-за этих всяких когда уже эти границы откроют не знаю корабли кидал здесь такие классные стоят я прошлый раз ехал с бобруйска симпатичная две таких ладьи ну вот на этих ладьях тут и покоряли эти первые которые здесь про проходцы штурмовали здесь наши реки белорусские а у сейчас все направо дым один я потом там где-нибудь развернуть я сначала думал здесь вот на турбел не тихими но ему надо то получается крутится здесь на маршрутке сейчас поедем туда которые говоришь там колейка сегодня до сегодня воскресенье колейка накрасил у меня до корона километров 5 на от границы цепки этот четыре точно два ряда говорит обалдеть в воскресенье тут всегда голод смотри он курсит вас все что москву идут воскресенье и вот я боюсь что там что-то стоянка быть и заняты заправка кто-то может надо возьмемся поедем туда встанем мне надо за приедем сюда мне надо вот как-то так уже становиться что сейчас посмотрим крайнем случае там короче надо смотреть может впереди перед мордами статисты что да нет я тоже думаю что найдем где приткнулся даже наверно там елки наверно места должны еще по ходу да вот сюда гниж простой что он правее про его прямо елка свободная смотри вот вижу вот прямо сюда сейчас только ты наверно закрутишь сюда и вон там он свободная того сюда прямо закручивая потом назад сдан и выйдут только на 1 дате назад нету никого сзади стой 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 лица сейчас проедут подожди или давай назад давай давай не подожди пропускает не пропускали не могу понять сейчас халты проедут три машины и тогда вот сюда прямо и становись и все здесь будем ждать сюда этот бусы приедет и нормально подожди 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 куда нет еще сейчас там еще тэлс откуда откуда ему прорвало сейчас тэлс проедет еще потом можно назад оставать там в принципе можно было бы тэлс сейчас подожди тэлс сюда закручу все сын его никого нормально я потом здесь задом сдам и выйду и поеду вот чем здесь будем ждать бусы сейчас прием документы там туда-сюда влазишь влазишь то проходишь 9 часов нормально где-то часа два с половиной по три нам еще на все дела походишь проходишь там я даже я отсюда вижу да я прохожу это все в принципе да чем мы тут мучаемся там можно туда поехать вообще зачем я потом по прямой вы еду пусик если это то есть все все будем тут ждать приехала ваше такси да я вас вижу сейчас мы вот подходим все забрал пошли ну все загрузили поехал тут тоже не все так просто что там другой водитель меняются там говорят только проблемой с этим всем ну все погнал ну дай бог нормально все будет время 12 ночи мы идем пойдем поспим часа четыре сейчас смысла нету в ночь куда-то выезжать все до четырех до пяти посплю и тогда поеду с четырех утра сегодня на ногах уже спать охота да вот видите еще какая хрень стала открываешь дверку загорается с устоянностью тормоз не включен а тормоз включен а ошибки мы убрали так земли ключи полезли тут немного в меню поковырялись все ошибок больше никаких не горит вот видите все ошибок нет на панели но что интересно вот выключаешь зажигание загорается стояночный тормоз не включен чё за хрень может поеду изменится и и маша заговорила не своим голосом машин голос выключаем зажигание вы поняли тут михаил владимирович не месяц дел я не знаю но это не ее голос я сразу не узнал думаю ты чё мне машу подменил на глашу так ладно это все шутки вот творится вот дверь открываю чё за ерунда стороны она особо не мешает но этого не было тормоз подключен на ручнике стоит все что им ся ложимся спать и утром по холодку хотя сейчас тоже не жарко на 1 я думаю что на сколько градусов сказать у нас сейчас 12 градусов вообще дурдом да ладно утро вечера мудренее все отдыхать и и Продолжение следует...